Всем здорова! У нас было... У нас было два пакета травы, 75 таблеток мискалина, 5 упаковок кислоты, полсолонки кокаина и бесконечное множество транквилизаторов всех салков и расцветок. А также текила, ром, ящик пива, пинта чистого эфира и эмил нитрат. Не то, чтобы это был необходимый запас для поездки, но раз уж начал коллекционировать дурь, то становится сложно. Далее у нас куча куча Мерседеса, в котором надо что-то прошпатлевать, что-то промазать. Мы уже его, в принципе, выдрали, и на нем есть такие открытые очаги. Вот на открытые очаги фосфатирующий у нас пойдет. Сверху него мы здесь будем шпатлевать. Потому что тема проверенная. Когда он высох, на нем все держится. Уже не на одном Мерсе это было сделано. Причем давно. Капот, капот печальненький. На капоте тут ямина. И с обратной стороны весь гермитос выдрали. То есть с обратной стороны та же схема. Через фосфатирующий с грунтовым наполнителем все дела. Сюда кинем вот это вот. и тут яма, которую не выровнять. Тут фиброй толстой и рапидом укроем. Посмотрите, там, где коррозия есть, там он нужен. Там, где коррозии нет, он сейчас туда фиг не нужен. Сейчас тут все обрабатываем. Тут мы будем шпатлевать. обработали этой темой. Теперь минут, может быть, 10-15. Посмотрим, как там слои чуть-чуть разные по толщине. толстослойной этой фиброй надо навалить на капот. И там, где дырка была снизу, варить нет времени. Надо сделать просто за два дня вот это вот чудо. Сегодня начали, завтра надо уже открасить и собирать. Поэтому не ждем. Так, Виталик погнал за газом. Холодно внизу, не сохнет ни черта. Дырочку залепили. А стекловолкно, конечно, дольше чуть-чуть сохнет, чем Рапид. Но придется подождать, потому что, как бы, ямы самые глубокие Рапидом заваливать не вариант. А сейчас сверху мы Рапидиком Рапидиком вольнем. Рапид сохнет. Ну, реально быстро. Как сказал Санек, он инием покроется, но высохнет. Проверим. То, что мне у Рапида понравилось, он такой. Вот он тянется. То есть, он хорошо растягивается, но он густой при этом. Не знаю, какое-то такое удивительное свойство. Я таких шпатлевок что-то не замечал. То есть, вроде вот так вот горб набирается, но опустекает со шпателем. Хорошо мажется, довольно-таки хорошо, и в нем нет пор. Вот это мне понравилось очень. Никаких перетирок, то есть, подождали, пока он уже не липнет. Сейчас намажем. Вот он даже перемешивается такой, как густоватый, но тем не менее, раз, и растекается сам. То есть, за что я говорю, он густой, но течет. Вот я его перемешиваю, реально, как будто старая, какая-то застывшая шпатлевка. Раз, и растекается по шпателям. И тянется классно. Ну приятно. Реально, вот это кайф. У него указано 10 минут, но не знаю, это сейчас градусов 13-14. Пока я всю машину пройду, прошпатлю, он тут уже точно высез. Ладно, пока капот там сохнет, спереди, кстати, там ничего нет, не достал. Единственное спасение в этом случае, это вот это. Больше вариантов не вижу. Ну, либо кислотник, но это даже чуть лучше, чем кислотник. В некотором смысле. Вот в эти коржи, конечно. То есть, вот это навалили и оставили его сохнуть, на часик. Если не больше, пусть высыхает. Потом рисочку скотчбрайтам дать. Ох, бьет, капает. И положить сюда гермитос. И завтра, а это еще надо выдирать. И завтра, когда будем готовиться под покраску, тут все через грунт с баллонов пойдет. То есть, также этот, потом грунт с баллона и можно будет покрасить. тут жопа, конечно, только потом. Так, ну, мы фигачим, фигачим и фигачим. Я раскрыл, забыл, лишь мне в Германии на презентационные пакеты, грубо говоря, мерковские. Я двумя 320-ками, одной без пылеотвода, вторую, Санька, пылесос дал. Полностью перетер все верха, то есть, донизов, аж до этих пор 320-ки, то есть, по сути, под покраску можно. там, скотчбрай, там еще обработать, само собой. Интересный наш датчик, это Иридиум, серия Иридиум. Да, а есть еще какая-то у них, где она? А есть еще Новостар, ну, Новостар сейчас еще не пробуют. Вот Иридиумом, 120-кой, чешу с той стороны, на Деросе, с пылеотводом, чешутую шпаклю, ну, работает изумительно, никаких вопросов. Шпарит наждак, он у нас будет с середины следующего года, в продаже якобы, а там будем смотреть. Цена неизвестна, то есть, если Трему, конечно, если он Трем по цене достанет, то это будет неинтересно никому, а если будет дешевле, чем Трем, то стоит обратить внимание. А, еще, шпакло, Рапидовское, сохнет, изумительно, действительно быстро, в гараже тут прохладно, сохнет, ну, очень хорошо, и трется, классно. Так, обработали все фосфатирующим, сейчас у нас пушка нагоняет температуру, я как раз сейчас грунт перемешаю, новую для себя АДи, акрил филлер ХС, ну, по рекомендациям, скажем так, товарищей, так бы не взял на АБУ, нормально сохнет, и хорошо трется, чисто по этим рекомендациям проверим, закидывать решил с АГОЛОЙ, дюза, там, 1,7, 1,8, гляну, что есть, в два слоя, может быть, в три, там, где надо, посмотрим, я еще не знаю, как он сохнет, как у него межслойка, и так далее, баллоны, сейчас применял, только фосфатирующий, номер 8, толстослойник, получается, у нас нигде сейчас не пригодился, но может быть, еще будет нужен, но дрянка дверей пока что не тронута, далее, да все вроде, дальше все на покраску, блин, вот это шпакло, рапид, вот это вот, упал, рапид, блин, великолепность, это не оно, мы, наверное, сейчас еще шпаклевку дотирали, сохнет вообще шикарно, с условием, что сушка не постоянно работает, но, ну, прохладненько, короче, так скажем, шикарно, 1,8, дюза, тут наваливаю, прошелся так, потренироваться, дошенска, 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну нанесли грунт Знаете, грунт мне понравился Как он растекается Вот это вот грунт тут Последний слой Укладывал без разбавителя То есть просто смешал его Хорошо натягивается Реально круто То есть своей цены он стоит Не знаю сколько он там стоит Я оставлю там ссылку на магазин Димона Он это и занимается Всей шляпой Класс Вот реально класс И трется Мне сегодня Саня показал Как он трется Вчерашний загрунтованный элемент Я прям сказал вау Не зря взял Тут и поднавалило Тут даже видно Машинкой протер Тоже все же быстро-быстро Бегом-бегом Потому что реально Времени у меня есть Она сегодня В 10 утра приехала И завтра В 8 вечера Она должна уехать Такие дела Саня мне завтра Поможет перетереть Ну да Косячки еще есть Это надо будет Перед покраской Все проверять Красятся будут отдельно Двери снимутся Двери повесятся На один вертолет Капот на другой вертолет Потому что капот Надо бахнуть С двух сторон Ну тут просто освежить Да, понятно Герметоз Вот положил Просто пальцем растянули Это Тремовский герметик Да, он натягивается Конечно шикарно Блестит в стекло Но валик Короче, сам даже Венталь говорит Не, не надо валик Не мучайся Типа просто затяни Да и все Это все Еще почухается Слушай, что-то машинка где-то Что-то где-то Главное, чтобы не ржавело То есть задача Не ржаветь Скажем так И крыша Блин, я не знаю Как мы крышу будем красить Ну как-то будем красить Сейчас Что мне надо сейчас Гронт как бы высох Так, на то Чтоб можно было Там дверь снять Какой-то положить Сушим пушкой Дополнительно Вот с этим Надо позаниматься Вот тут Дрова Прячутся У нас Надо это все Вымыть До конца Со скриптбрайт И посмотреть Где-то тут Походу Переложить Надо будет Герметоз Короче Делов Делов Непочатый край Красим Вместе с этими С расширителями Виталик так Любит Мы постоянно Так делаем То есть мы их с дверей Не снимаем Вот так вот Матуем Как получается Вот это Оклеиваем Это уже не первая Покраска у меня такая Просто что до этого Я никогда не показывал Как я его красил Ну тут и он не против И я хоть что-то Подзасниму И грунтец Как раз Ну попробую Вот Ну у нас Как бы все Дело вечера Сейчас в двери Как-то Помудрюсь Положить на стол По очереди Чуть-чуть Не заободрать Грунтануть Восьмерочкой Где она Вот она Восьмерочка Блин Надо умирать Греется Шикарный грунт Фосфатирующий На него Шпатлевал Ну не было проблем Вот сегодня Я тут Шпатлевал Здесь На него Я показал Да Ну да Правда Шпатлевку Положил Больше Чем В грунт Ну никаких проблем Все высохло Все четко У нас порядок действий Немного Подкоординировался Ближе к ночи Я думал Кинуть гермитос Сейчас Но потом После того Как кораллом Начал чесать Понимаю Что блин Ну так же Не покрасишь Как бы Некрасиво Негоже Поэтому Восьмерочкой Травим Пятерочкой Толстым Слоем Наливаю Здесь Вон как там Дверь уже стоит Стекает И завтра С утра Подготавливаю Дверь снаружи Наружную часть Переворачиваю Переворачиваю Вот так Тру Здесь Скотчбрайт Подготавливаю Внутрянку Кладу Гермитос И вешаю Одну дверь На вертолет Потом Вторую дверь Также На вертолет И спокойно Можно будет Заниматься Кузовом Капотом Но Саня Вроде Говорит Я тебе помогу Чтобы ускориться А потом Я ему помогу Ускориться То есть Так Попроще Потому что Надо Реально успеть Чтобы Машину Где-то В обед Открасить Чтобы Она пару часов Постояла И дальше Ее Виталька Начнет Собирать Ему тоже Буду Что-то Помогать А потом И Саня Помогать Взаимопомощь Так сказать Ладно Наверное На сегодня Мы тут Закончим Потому что Мне остается Кинуть Только Толстослой На пятерочку Словечек У пятерочки Такой Знаете Когда Двер Лежит Бодрый Сейчас Покажу И на этом Мы Сегодня Отключимся Не пользоваться Ладно Наваливаем Реально Классно Ты видел Как работает Виталька Где У тебя есть Видал Виталька Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров